Всем привет! Мы на канале Поделки Саводелки. Приближается праздник День Матери. А кто не знает, в России День Матери празднует последнее воскресенье ноября. В этом году оно выпало на 24 число. И для ваших мам мы приготовили вот такую красивую открыточку. Которую мы будем делать вместе с вами. Ну что, поехали? Берем лист А4 розового цвета и сгибаем его напополам. Откладываем в сторону. И берем еще один лист только нежно-розового цвета размером А4, обрезанного на 5 мм меньше. И также складываем его напополам. Вкладываем вовнутрь. Должно получиться вот так. Как видите, у нас есть отступ 5 мм. Нашу внутреннюю розовую часть мы пока достаем, она нам пригодится. Откладываем в сторону и берем такое поздравление. Мы ранее распечатали его на принтере и написали самые лучшие мамочки. Размеры нашей рамочки, где вмещается наше поздравление, будет 15,5 см в длину и 3,5 см в ширину. Складываем наше поздравление напополам. И такие же действия проделаем со всеми нашими полосочками. На внутренней части нашей открытки мы приблизительно отмеряем карандашом, где должно располагаться наше поздравление. Берем клей-карандаш, раскрываем наше поздравление и намазываем клеем. И аккуратно приклеиваем. Слегка разглаживаем и приступаем ко второй полоске. Теперь складываем ее и надрезаем ножницами до конца нашей белой полоски. Теперь сгибаем наши полосочки с поздравлением в одну сторону, переворачиваем и проделываем такое же действие только в другую сторону. Теперь вот эти тоненькие полосочки, посередине которые, нам нужно изогнуть в обратную сторону. Складываем, переворачиваем и промазываем самые краешки клеем ПВА. Делаем это по всему контуру. И не забываем про полосочки в середине. Берем нашу основу открытки, вкладываем нашу серединку аккуратненько, прижимаем и держим некоторое время, пока клей схватится. Наносим клей на вторую нашу сторону, также прижимаем ее и некоторое время держим. Открываем нашу открытку на день матери и будем декорировать. Заранее мы подготовили такие красивые сердечки, 6 больших и 10 маленьких. Предварительно мы сделали отметки карандашом, где будут располагаться наши сердечки. На них мы теперь будем капать капельки клея, чтобы потом приклеить наши сердечки. Приклеим сначала большие сердечки. Три на одну сторону пойдут и три на другую. А теперь время пришло и маленьких сердечек приклеить. Их мы наклеим чуть-чуть побольше, чтобы было красиво. Так же мы сделаем и с обратной стороной. Внутренняя часть наша пока готова. Переходим к лицевой части нашей открытки. А начнем мы с цветка. Для этого нужно взять белую бумагу плотностью 120-160 грамм на метр квадратный и вырезать 3 квадрата 6 на 6 сантиметров, 3 квадрата 7 на 7 сантиметров и 2 квадрата 8 на 8 сантиметров. Берем большой квадрат 8 на 8 сантиметров и складываем его по диагонали напополам. Затем еще раз напополам. Берем наш треугольничек. Если у кого-то есть линейка с кругами, то берите круг диаметром 3 сантиметра. Если нет линейки с кругами, возьмите циркуль и сделайте круг радиусом 1,5 сантиметра. Чертим круг, а также чертим ножку. Вырезаем. Вырезаем по контуру нашу фигурку. Раскрываем. У вас должна получиться вот такая фигура. Теперь нужно согнуть наши лепесточки. И для этого мы взяли кисточку. Вы возьмите, что у вас есть под рукой. Карандаш или ручка. И сделайте так, как мы. Мы изогнули наши лепесточки. Теперь в центр капаем немного клея ПВА и прикладываем вторые лепесточки, только чуть-чуть сдвигая их. Слегка придерживаем, пока не высохнет клей. Откладываем часть цветочка нашего в сторону и приступаем к дальнейшим нашим квадратам. Также сгибаем по диагонали напополам и еще раз напополам. Делаем круг диаметром 26 миллиметров. Если у вас циркуль, то радиус вы ставите 1,3 сантиметра. Убираем линейку и рисуем ножку. Осталось только вырезать. Такие же действия проделываем с оставшими двумя лепестками. У нас получится точно такая же фигурка, только меньше. Оставшиеся наши два квадрата делаем такими же лепесточками. Сгибаем наши лепестки также. Теперь приклеиваем эту часть лепестков. Капаем середину клеем, прикладываем наши лепестки вторые, слегка их поворачивая, чтобы лепестки нижние были в одной стороне, а вторые лепестки чуть выше находящиеся чуть-чуть в стороне. Капаем еще раз в серединку и приклеиваем третью пару нашего цветочка. Слегка придерживаем и ждем, пока клей высохнет. У нас остались квадраты 6 на 6 сантиметров. Мы также складываем по диагонали пополам и еще раз пополам. Рисуем круг диаметром 22 миллиметра. Радиус, если у вас будет на циркуле, это будет 1 и 1 сантиметр. Две пары лепестков мы сгибаем обычно толстой кисточкой или карандашом. Круглой, не забывайте. Третью пару нам нужно изогнуть так, чтобы наши лепесточки скручивались в трубочку. Для этого нужно взять более тонкую кисть или ручку. Берем клей и капаем на один лепесточек, скручиваем и склеиваем. На противоположном лепестке наносим клей на внутреннюю часть лепестка. Аккуратно приклеиваем к противоположной стороне. На все оставшиеся лепестки наносим на внутреннюю часть немного клея. И будем приклеивать сразу их вместе. Чуть-чуть подержим, чтобы клей схватился. На вторую пару лепестков также наносим на внутреннюю сторону клей ПВА сразу на все. Ставим нашу серединку и к ней будем приклеивать потихоньку по очереди наши лепестки. Слегка придерживаем и другие и оставшиеся. Чуть-чуть держим, клей схватится и наша серединка будет готова. Уже наша серединка напоминает нам розочку. Третью пару лепестков также промазываем по внутренней части клеем ПВА. И таким же образом мы будем приклеивать их. Еще капаем в центр, ставим нашу серединку и к ней приклеиваем наши лепестки. У нас получились вот такие три части. Берем самую большую, капаем в нее клей в серединку и приклеиваем нашу среднюю часть. Слегка не забывайте придерживать пальчиком, чтобы клей схватился. Еще раскапаем клей в серединку и берем третью часть. Вот наш цветочек уже готов. Посмотрите, как он получился красивый и шикарный. Вот такая у нас будет открыточка. Мы на внешнюю часть наклеиваем светло-розовый лист бумаги, уже подготовленный и вырезанный под нашу открытку. Берем клей, наносим клей на нашу лицевую сторону, проходя по всему контуру. И аккуратненько стараемся ровненько приклеить наш розовый лист. Далее берем голубой лист, но он у нас будет чуть-чуть меньше. Где-то мы взяли миллиметров на пять с каждых из сторон. На голубой лист мы наносим клей чуть-чуть сверху. Потом идем вниз, весь полностью низ и доходим до половины нашей стороны. Вот эту сторону мы не клеим. Прикладываем аккуратно на нашу открытку, чтобы было все ровно. Ждем пока чуть-чуть высохнет. Угол, который мы не приклеили, берем толстый маркер и протягиваем маркером, как будто изгибая его так, чтобы он немножечко был согнут. На самый край наносим клей и приклеиваем его, чтобы был такой вот изгиб. Немножечко подержим пальчиком, чтобы клей схватился. Открыточку откладываем в сторону и нам нужно вырезать из розовой плотной бумаги квадраты 6х6 см 3 штучки, 5х5 см тоже 3 штучки. Из них также мы будем делать цветочек, но только он будет поменьше. Складываем по диагонали напополам, еще раз напополам. Круг мы берем под номером 22, это означает диаметр 22 мм. Обводим его. Если у вас циркуль, то радиус будет 1,1 см. Дорисовываем ножку и вырезаем. Раскрываем. Проделываем со всеми нашими квадратами. Также сгибаем наши лепестки. Склеиваем, намазываем клей ПВА в центре. Приклеиваем одну пару лепестков, слегка придерживая. Еще раз капаем клей и приклеиваем третью пару лепестков. Ждем пока высохнет. С квадратами 5х5 см проделаем такое же действие, только диаметр мы уже выбираем 18 мм. Чертим круг. Если это у вас циркуль, то радиус будет 9 мм. Не забываем чертить ножку и вырезаем. Не забывайте, что для маленьких квадратов мы всегда берем более тонкую кисть или ручку круглую, чтобы изогнуть наши лепестки. Наносим немножко клея. Клеиваем первый лепесточек. На оставшиеся лепесточки мы наносим клей во внутреннюю часть. И по очереди склеиваем. Наша серединка готова. Откладываем в сторону. Берем наши лепесточки уже склеенные и опять наносим клей в серединку и приклеиваем следующие лепестки. Еще клей в серединку. Еще лепестки. Не забывайте придерживать все рукой. Еще раз капаем клей в серединку и приклеиваем наш бутончик розочки. Наш цветочек готов. Но нам понадобится два таких цветочка. Поэтому мы уже розовый, нежно-розовый сделали. А вы сделайте его так же, как и розовый. Еще мы сделали листики зеленого цвета разных размеров. Чуть больше, меньше и самые маленькие. Теперь берем нашу открытку и начнем декорировать нашу лицевую сторону. Берем нашу белую розу. На обратной стороне наносим клей ПВА. Переворачиваем ее. И приклеиваем ее в центр угла. А, кстати, забыла вам сказать. Мы на нашу розочку добавили дополнительно еще два нижних лепестка размером 10 на 10 сантиметров. Теперь на обратной стороне мы наносим клей на листики и приклеиваем их вот сюда в бок. Приблизительно на ваше усмотрение. Вы можете сделать так, как вам будет нравиться. И маленький листик я хочу добавить вовнутрь. Вообще вот туда. И сверху мы наклеим нежно-розовую розу. Переворачиваем ее. Наносим клей ПВА. И аккуратно приклеиваем ее, слегка придерживая, чтобы клей высох. Также приклеиваем сюда нашу ярко-розовую розу. Вместе с листиками. И приклеиваем нашу ярко-розовую розу. Открытка на день матери почти готова. Остался очень маленький шармик. Мы обклеим ее полубусинами, которые самоклеющиеся. А взяли мы их белого цвета. Начинаем обклеивать изогнутую часть открытки. Наша открытка уже преображается. Но это еще не все. Мы будем делать красивую надпись. Для уголка берем большую полубусину. Будем намазывать ее клеем ПВА, потому что она у нас не идет на клейкой основе. И приклеивать ее в самый угол нашего отворота. Ждем пока хорошенько схватится. Теперь проклеиваем полубусинами по вот этому контуру всему. Посмотрите как шикарно выглядит наша открытка. Но не хватает нашей поздравительной надписи. Мы отдельно на белой бумаге плотной написали маркером черным. Поздравляем с днем матери. И сейчас приклеим ее клеем. Мы уверены, что ваша открытка, которую вы сделали вместе с нами, своими руками понравится вашей маме. Присылайте фотографии своих открыток в нашу группу ВКонтакте. Нам будет очень интересно. Ссылочка будет в описании под видео. Ставь лайк! Много-много лайков! До следующего видео, друзья! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok